С открытиями и изобретениями тесно связана вся история человечества. Стремление к творчеству, способность находить оригинальные решения появляются у человека уже в детстве. Сегодня дети и подростки придумывают гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Любое, даже самое незначительное изобретение – это шаг вперед, считают ребята. Многие, наверное, изобретатели тоже сразу не становятся великими. Они тоже с чего-то начинают, с чего-то малого. Можно сказать, вот так вот мы тоже с малого начинаем. Это же порождает новые мысли какие-то. Ты сначала думаешь, как что сделать, а потом, когда начинает что-то получаться, уже возникает некий азарт. Когда хоть что-то сдвигается в процессе, ты видишь, что вот, все же идея начинает работать. И она не закончена, но она еще как-то в процессе, и она начинает работать. То есть ты на правильном пути. Сегодня робототехника активно внедряется в образовательный процесс. Конструкторами роботов становятся сами школьники. Причем направления разработок самые разные. Наряду с решением серьезных научно-прикладных вопросов, ребята реализуют и свои идеи о том, как сделать жизнь удобнее и интереснее. Ты приходишь, пробуешь что-то новое. Просто никто не проверяет это. Это просто для себя. Это как художник рисует, например, или композитор музыку пишет. А на производстве изобретения направлены в первую очередь на экономический эффект. Здесь нужно четко обозначить применение идеи, доказать получение выгоды предприятия от внедрения новинки. Немало таких сотрудников, предлагающих новые идеи, в компании «Роснефть» про нефтегаз. К примеру, на прошедшей недавно кустовой конференции первое место занял проект молодого специалиста имена Казымова по модернизации дозировочного насоса, который широко применяется в нефтегазовой отрасли. Когда человек проявляет себя в профессиональной сфере, это, безусловно, не остается незамеченным. Это и ведет руководство, и управление продвижением персонала. В целом, от человека складывается позитивное мнение, потому что он проявляет себя как специалист. Помимо этого, он проявляет себя как человек, который умеет продвигать свои идеи, который мыслит, как, скажем, глобально. Это и экономический эффект от своего проекта он оценивает, прибыль для компании. Любая компания заинтересована в грамотных и инициативных специалистах, а направление исследований формирует производственная необходимость. Если говорить об успехе, то, конечно же, на мой взгляд, это комплекс. То есть это и тренинги, которые проводит компания для молодых специалистов, это и работа с куратором, это в первую очередь усилия самого молодого специалиста, насколько энергичен, насколько он заинтересован, насколько он понимает всю проблему и необходимость компании. А молодые исследователи уже обозначили для себя дальнейшие перспективы. И связаны они с нашим регионом. В будущем я хотел себя связать с роботами и с автоматизацией, потому что прогресс он стоит на месте и всегда движется вперед. Я планирую после вуза отучиться и приехать сюда. Я просто понимаю, какие здесь есть перспективы, что здесь действительно можно сделать хорошую карьеру. И не только карьеру, а сделать то, что поможет людям остальным. Не только для себя, а для остальных. Реализации своих идей не только в производстве, но и в жизни и составляют ту основу, благодаря которой развиваются наши общества и государства. Ирина Заикина, Олег Семагин. Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова